Всё возвращается на круги своя. Старые игры возвращаются к нам в новом обличии. И на этой неделе нам показали сразу два трейлера. Во-первых, это Resident Evil 3 Remake, новый трейлер, где нам показали чуть-чуть Немезида. И Doom Eternal, совершенно зашибенческий трейлер, от которого мне захотелось купить и Doom Eternal, и Resident Evil. А выходят они практически в одно время, один в марте 20-го, другой там в апреле. И, собственно, получается примерно одинаково в одно время. И какую игру из них взять первой и поиграть, это задача очень сложная, выбор очень сложный. Хотя, по сути-то, ничего нового-то нам и не показывают. Вот. Это тот же движок для Resident Evil 2 Remake. Те же самые такие персонажи, зомби, локации. Ну, в новом антураже тут Resident Evil с этим Немезисом, да, вот он, Тентаклем только что махнул. Ну, вот у Немезиса появился теперь огнемёт. Помимо базуки, и он будет сначала выходить, видимо, с огнемётом, а потом с базукой. Поскольку, видимо, этот баллон на спине у него придётся взорвать, и он обгорит, и станет с Тентаклем. А здесь его вообще показывают в маске, в чёрной маске. Ну, а в Doom Eternal также всё, как и прежде. Те же самые монстры с какими-то фишками добавленными, те же самые оружия тоже с добавленными какими-то фишками. И убийства эти моментальные с добавленными фишками там происходят так на земле, как во второй в Doom 2, да. И вот там только что показали гигантских тут абсолютно монстров. Не знаю, будут ли с ними сражаться. Там видно было одну руку сейчас на трейлере, гигантскую видно. А так, по сути, это то же самое. Снова One Man Stand Between Hell and Earth там абсолютно идентично, как, в общем-то, во всех Doom'ах. И как бы нового-то ничего и нету, да. Ни в той игре, ни в этой игре. Но когда посмотришь эти чудесные трейлеры, охота поиграть и в то, и в другое. Ну и подаётся это всё, конечно, в таком стиле, не как там старые какие-то игры или фильмы, а в совершенно новой обёртке. Очень мощно всё снято. Очень ярко просто. И просто... Просто они нас подкупают. В обоих играх нам за предзаказ обещают всякие ништяки там, да. Тут, например, загружаем цифровую версию Doom 64 и набор Rip and Tear. Это облик ревенанта Дудца, у которого вместо пушек дудки обычные, настоящие игровые. Бонусный мастер-уровень для компаний и классический вид дробовика, да. Такой же классический набор скинов нам предлагают за предзаказ и в Resident Evil 3 ремейки. Классические костюмы у Джилла и у командосов этих. Я надеюсь, что будет и классический вид немезиса здесь добавлен. После прохождения одного раза мы получим нормальный костюм. Хотя, возможно, этого и не случится. но очень хочется. Из непоказыванного ранее нам показали, что очень много народу стало в поезде в этом сидеть, помимо Михаила, да. Также показали вот этого вот Хантера и Николая. Он сейчас тут выглядит немножко не так, как он выглядел раньше. Ну, помните, с квадратной рукой ему рассказывал, что-то и тыкал. А он был такой здоровый, а сейчас он вот такой вот. Ну, тоже прикольный. Из непонравившегося в Resident Evil 3 это, конечно, ну, понятно, нос немезиса. Это мы уже объявляли, да. И вот этот вот тот факт, что убрали игру про наемников в конце Resident Evil 3. А я ведь очень любил побегать за наемников и пробежаться, да, по этим улочкам и встретить даже, бывало, ни одного немезида, а сразу трех немезидов на одной локации вместе с собаками, с зомби и с хантерами, и со всем-всем подряд. Ну, теперь это заменили, и здесь будет у нас типа Left 4 Dead, да, в мире Resident Evil вот с этими школьниками. Хоть бы батл рояль из этого не сделали, это будет вообще просто печально. Пока мы тут ждем Resident Evil 3 ремейк и мучаемся тут с этим носатым немезидом, да, я кое-что прозевал и только сейчас, недавно увидел, что сделали мод на Resident Evil 2 ремейк, в котором вместо мистера Икса появляется никто иной, как терминатор Т-800 из первой части. В этом же самом, в этой же самой куртке, в станах, в сапогах в этих. И я, честно говоря, абсолютно охренел, и я думаю, что я поиграю еще раз в Resident Evil 2 ремейк ради такого вот случая. Но все бы ничего, как бы, ну терминатор бегает, все нормально. Но когда терминатор стал разрушаться, когда началась уже концовка почти тут, бойни всей, терминатор стал киборгом еще, плюс ко всему. Когда у него все сгорает, он становится киборгом и мочит тебя, как Риза Кайланы на этом пщебзаводе. А это еще круче. Так что пока ждем тут полтора месяца-два, можно поиграть в этот ремейк. Где бы достать этот мод и где бы его скачать, я пока еще не знаю, но, видимо, скоро скачаю. Как можно не поиграть в игру, где за тобой будет охотиться терминатор? Причем первый. И только лишь первый он был таким убийцей, который был страшнее, чем даже вот этот Мистер Икс. оригинальный. Это круто. Очень сложный выбор, какую игру выбрать и поиграть в марте-апреле. Doom Eternal или Resident Evil 3. Но я думаю, вы сделаете правильный выбор. И как многие игроки, поиграете в обе игры. ванна. Ванна. Вау. Ванна. 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 Продолжение следует...